Добрый день! Я приветствую всех на аккаунте нашей школы. И мы начинаем прямой эфир по теме работы с конфликтными клиентами. Как обрабатывать жалобы, как обрабатывать претензии, стоит ли их обрабатывать, как обращать... или как обрабатывать негативные комментарии, стоит ли обращать внимание на негативные комментарии. Ну, всё, что касается с жалобами, с негативом, с конфликтами, да, всё то, что пугает многих мастеров, всё то, что пугает, может быть, руководителей предприятий, об этом сегодня поговорим. И если честно, я признаюсь, что это моя любимая тема, я очень сильно люблю работать с улаживанием конфликтных ситуаций, с улаживанием конфликтных клиентов, с улаживанием недовольных клиентов. И давайте сейчас немножечко я вас поопрашиваю, всем привет, всем привет, рада всех видеть, рада видеть всех выпускников, рада видеть мастеров. Напишите сейчас, пожалуйста, в чат, имели ли вы опыт с конфликтами клиентами, то есть у кого были конфликты с клиентами, поставьте плюсики. Может быть, у кого-то еще не было такого в опыте, и ни разу конфликтов не возникало. Возможно, кто-то из вас напишет, что кто-то любит конфликтные ситуации решать, кто-то их страшно боится. Тоже прям об этом пишите, там, боюсь конфликтов, боюсь недовольных клиентов. И были ли вы сами в роли конфликтного клиента? Случалась ли у вас такая ситуация, когда вы были недовольны, вы были недовольны, и вот как бы играли роль конфликтного клиента. Конфликтовали с тем, кто вам что-то продавал или вам какую-то услугу оказывал, и вот вы были в конфликте. Были, старалась избежать. Хорошо. Самое главное, что я хочу сказать, решил красиво ситуацию, как Эми. Спасибо большое. Первое, что я вам хочу сказать, ни в коем случае не нужно избегать конфликтов, не нужно их бояться, потому что в конфликтных ситуациях, в конфликтных ситуациях есть огромный потенциал и огромные возможности для роста. Для роста, в первую очередь, компаний, для роста мастера. И, ну вот, если так вот прям в грубую, то чем больше конфликтных ситуаций у вас будет в работе, тем мощнее будет ваша трансформация и рост в ваш профессионализм. Потому что, что такое профессионализм? Профессионализм – это когда вы можете легко, играючи, красиво, профессионально разрешать любую ситуацию с клиентом. Доволен он, недоволен он, там он идет в конфликт. И вы очень легко, быстро, играючи можете его уладить, при этом клиента сохранить, сделать так, что клиент вам еще там десяток этих клиентов своих реферальных приведет. И вы в конфликте можете, ну капец, как выиграть. Вот прям выиграть и остаться в выигрыше, в плюсе. Еще и профессиональный опыт приобрести, еще на несколько ступенек вверх подняться. Вот, поэтому я и мастеров этому учу, и сама это очень сильно люблю. Конфликтные клиенты и разрешение конфликтных ситуаций – это огромные возможности для профессионального роста. Для профессионального роста. Я сейчас попрошу девочек, если здесь кто-то есть из моей команды, напишите, пожалуйста, тему «Работа с конфликтными клиентами». Работа с конфликтными клиентами, я ее прикреплю. Либо кто-то из участников эфира, напишите, пожалуйста, тему «Работа с конфликтными клиентами». И я ее прикреплю. И мы начнем разбирать. Буквально вчера, есть клиентка, все-таки не так, и все время указывает, чем работать и как. Вчера не выдержала и высказала. Но до сих пор не могу прийти в себя. Такой осадок гадкий. То есть клиент напирал, ты как бы высказала. Я сейчас запишу для себя этот вопросик. Это когда вот, знаете, когда последняя капля и взрыв. Последняя капля и взрыв. Есть такой, знаете, когда мастера терпят, 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 а потом бжжжжж. И получается такой как бы взрыв, конфликт. Последняя капля. Взрыв. Взрыв. И вот почему такой осадок-то гадкий? Потому что огромное количество энергии вы слили в эту конфликтную ситуацию. И при этом очень плохо себя чувствуете. Я уверена, что клиент тоже не очень хорошо себя чувствует. И это, конечно, можно предупреждать. Это можно предупреждать. Я сейчас напишу предупреждение конфликтных ситуаций. То есть я скажу, как предупреждать конфликтные ситуации и сводить их в дальнейшем к минимуму. К минимуму. Хотели бы вы знать, как сводить конфликтные ситуации к минимуму? Я думаю, что это будет актуально для всех. Если у вас в ходе эфира будут какие-то вопросы, конечно же, их пишите. Как сказал Вова Путин, собака лает, караван идёт. Тулы же можно такую тактику для себя брать. Но всё-таки мы работаем на привлечении и удержании лояльной клиентуры. Клиент – это наш бизнес. И наш бизнес напрямую зависит от клиента. Если у нас есть клиенты, у нас есть деньги, есть бизнес. Бизнес развивается. Наше любимое дело развивается. Нет клиентов, нет бизнеса, нет денег, наш бизнес не развивается. Поэтому клиент, он всегда у нас в бизнесе на первом месте. Понимаете? На первом месте. Мы ради клиента создаём наш бизнес, создаём наши услуги, мы реализуем нашим клиентам. И, конечно же, клиенты могут быть довольны, могут быть недовольны. Но всегда конфликты – это возможность к росту, даже если клиента мы не удержим. Даже если клиент окажется в результате не наш. И на прошлом эфире, когда я с вами разговаривала про этапы профессионального роста, я говорила об этом, что огромное количество клиентов мы отсеиваем, они не наши. Наши клиенты формируются в нашу лояльную клиентскую базу. Но даже в лояльной клиентской базе, в базе, могут быть какие-то жалобы и какие-то возражения и конфликты, улаживая которые, мы клиента делаем ещё более преданным. Ещё более лояльным. Он любит вас ещё больше. Но я пример приведу, допустим, вот представьте, там муж и жена живут. Но у них же тоже могут быть конфликтные ситуации, у них тоже могут быть притирки. Но если эта пара, она в эволюционных отношениях, то у них после каждого конфликта отношения становятся только крепче. Отношения становятся более доверительные, более искренние, такие открытые. Вот точно так же и с клиентами происходит. Поэтому конфликт – это не всегда потеря клиента. Конфликт – это может быть развитие отношений. То есть если я прохожу конфликтные ситуации достойно, профессионально, то мои отношения с клиентами развиваются, становятся более крепкими, доверительными, открытыми, честными, искренними и так далее. Кто-то, возможно, это замечал у себя. Я приведу пример. Например, я была тем мастером в салоне, когда работала сама как специалист, на которую сваливались все сложные клиенты. Вот кто не мог справиться с каким клиентом, все их на меня направляли и говорили, «У-у-у, это только к вере». «У-у-у, это сложный случай, к вере». И вот ко мне их все записывали. И у меня они становились такими очень послушными, очень такими добрыми, нежными клиентами. И думаю, как это так происходит? Возможно, и у вас есть такие ситуации, когда вначале, допустим, клиент пришел ее на то, как ежик, он весь такой с иголками, и он может даже что-то там негативить, он может там какие-то даже агрессировать, он может нападать, он может там что-то там капризничать, сидеть, недовольничать, но буквально там два-три визита, и этот человек становился кардинально другим. Вот прям кардинально другим. Кто такое замечал? Кто такое замечал у себя в обслуживании? И это тоже, ну, как бы разрешение конфликтных ситуаций. То есть, почему клиенты ведут себя конфликтно, и они ведут себя как ежики вначале? Потому что клиент идет, особенно если это новый клиент, он идет в незнакомую атмосферу, в незнакомую обстановку, и для него это, согласитесь, стресс. Ну, представьте себя, вы едете в какой-то новый отель, идете в какой-то новый ресторан, идете, ну, элементарно там к другу в гости, у которого вы ни разу не были, и вы не знаете, что там, как там, там безопасно или не безопасно, там вас будут обижать или не будут обижать, там будут на вас нападать или не будут. То есть, когда мы идем в незнакомую какую-то обстановку, в незнакомое место, в первый раз это всегда стресс. И клиент, когда попадает к вам на обслуживание в первый раз, он всегда в большем стрессе, чем вы. Потому что вы у себя как бы дома, можно сказать, да, у себя в салоне, у себя в кабинете. Вас стены греют, они вам помогают. А клиент в большем стрессе. У вас стресс только то, что, ну, вот человек новый. А для клиента, ну, мастер новый, стены новые, тут незнакомая обстановка, я еще не знаю правил там этой территории. И очень высокий стресс. На высоком стрессе, на высоком стрессе клиент может, и особенно если он имеет в предыдущем своем опыте какие-то негативные истории. То есть где-то кто-то его уже обижал, где-то его там, может быть, кто-то обсчитывал или нахамил ему, или там ему что-нибудь там плохое сделал. То предполагая, ну, то есть боясь повторения этих ситуаций, он может нападать. И это такая как форма защиты, то есть лучшая форма защиты – нападение. И вот он, как ежик, начинает колоться, нападать, там что-то наезжать. То есть еще как бы обслуживание началось, а он уже наезжает на вас. Да? Сталкивались с таким? Вот, и поэтому мы на вот эти первые проявления клиента, да, вот, ну, вот, допустим, мы начинаем какую-то консультацию, мы начинаем что-то там спрашивать у клиента мягенько, аккуратненько, да, а он может так вот прям в штыки, прям, может быть, в агрессию. И мы не обращаем внимания на эти первые проявления клиентов, потому что эти первые проявления клиентов – это не то, какой клиент на самом деле. Это не то, какой он будет потом на второй визит, на третий, возможно, к середине или к окончанию, там, этого визита. Так, девочки, не подскажу по поводу розыгрыша. Эта девочка вам в директ пишите, они вам ответят. Так, ну, напишите кто-нибудь название темы, чтобы уже кто-то новенький заходит, он, он знал, о чём мы тут говорим. Любимые мои, напишите, пожалуйста, тему эфира «Работа с конфликтными клиентами», и мы пойдём разговаривать. Вот. Как стоит работать с ёжиками? Вот представьте, вы ёжика нашли где-нибудь там у бабушки в деревне? Как сделать так, чтобы ёжик убрал иголки и показал свой носик? Что нужно сделать? Что нужно сделать, чтобы ёжик показал носик, сложил иголки, перестал колоться? Что нужно сделать? Его нужно накормить молочком с любовью большой, понимаете? Дать молочка. Уже три раза писали, видите, а мне не все, видимо, комментарии проходят. Верно, дать молочка, молодцы, молодцы. Конечно же, мы не обращаем внимания на все эти иголочки, а мы даём ему молочка с любовью. Мы говорим, что такое дать молочка? Что такое дать молочка? Это начать транслировать доброжелательность, транслировать то, что здесь безопасная территория, и я здесь, конечно же, ни в коем случае не буду обижать. Но мы это не прямым текстом говорим, а как бы мы делаем мета-сообщение. Спасибо большое за тему, я прикрепила. То есть мы так разговариваем, мы так себя ведём, чтобы клиенту сообщить, передать это своей энергетикой, что, во-первых, я тебя не боюсь. Я понимаю, что это защитная реакция. Но здесь защищаться не нужно, здесь безопасно. Здесь безопасно, здесь тебя никто не обидит. Я тебя слышу, я буду максимально учитывать все пожелания и весь тот негативный опыт, который, может быть, был в прошлом. И со своей стороны сделаю всё, чтобы вам у меня понравилось, сделаю всё, чтобы вы остались довольны. Даже если вы останетесь недовольны, этот вопрос тоже очень легко решить. Можно там уйти не заплатить. Я могу потом всё снять, всё, что я понаделала. Зимона, папе поспать надо. Так, нам работать надо, в смысле поспать. Нам надо работать. Вот, нам нужны клиенты. Поэтому, если клиент ведёт себя конфликтно в самом начале, но мы уж точно на это не обращаем внимания, и если вы со своей стороны транслируете доброжелательность, любовь, стараетесь всячески расположить клиента, то клиент убирает иголочки, показывает свой носик и начинает становиться истинным собой. Истинным собой это может быть в середине услуги, это может быть в конце услуги, а может быть только на следующий визит. И таких историй было очень много, когда в конце первого визита с клиентом я, вот знаете, вот, ну, как бы всеми фибрами, всеми, вот, вот, каждой клеточкой тела своего я чувствовала, что клиент капец какой недовольный. Вот капец какой недовольный. При этом она там могла мне просто там измотать все нервы, она могла вынести мне мозг чайной ложечкой, съесть его просто чайной ложечкой. Там мы можем перекрашивать цвет по 35 раз, там менять дизайн. При этом я, один раз у меня была ситуация, что я даже задержала очень сильно следующего клиента, там, чуть ли не на час. И клиент, вот он, ну, в таком, мне казалось, что он, ну, в таком недовольстве он уходит, в таком, думаю, боже мой, она никогда ко мне больше не запишется. И она еще там, ну, как бы, растрезвонит, что ей очень сильно не понравилось. В результате клиент записывался на следующий раз. И когда она пришла на следующий раз, таких много ситуаций было, поставьте, плюс у кого из вас такие ситуации были. Такое ощущение, как будто пришел другой человек. И у меня отпадала вот так вот челюсть, и я сижу и не понимаю, что происходит. То есть клиент, она такая, здравствуйте, Верочка, вот вам мои ручки, делайте все, что вы считаете нужным. А я здесь журнальчик полистаю, посмотрю. И я сижу с отвисшей челюстью, думаю, а что сейчас происходит? Ну, то есть это вообще другой человек. И он сейчас не конфликтует, он сейчас не агрессирует, он не нападает, он в полном доверии ко мне. Он невероятно доброжелателен ко мне, и ты такой сидишь, что произошло, что произошло. И потом этот клиент у тебя 15 лет обслуживается. Что происходило, когда я передавала этих сложных клиентов своим мастерам? Было все то же самое по сценарию, как и у меня. Первый визит вдрызг, конфликт мог разразиться. И у меня мастер кидает пилку, выбегай, я и пойду ее обслуживать, я и буду ее обслуживать. Вдох-выдох, вдох-выдох. Ну, то есть конфликтный клиент пришел. Радуемся и скачем. Я сейчас профессионально вырасту, я сейчас профессионально вырасту. Если я справлюсь с этим клиентом, я капец как профессионально вырасту. И справляться с конфликтами можно только через любовь и через доброжелательность. Только через... То есть нет смысла вообще никакого бороться, биться, спорить, убиваться там. Понимаете? Только через любовь и через доброжелательность. И даже если клиент недовольничает или агрессирует, чуть ли не обзывается, мы сидим и спокойно это все принимаем в том плане, что, ну, клиент может так себя вести, понимаете? Он может себя так вести, он может меня в следующий раз не выбирать. Да, вот он меня попробовал, ему там очень сильно не нравится. И он вправе меня в следующий раз не выбирать. Он вправе свою обратную связь мне давать. Он вправе там говорить, что у меня руки не с того места. Ну и так далее. То есть, ну, это ее обратная связь. Эту обратную связь я могу принимать, могу не принимать. Потому что если я вижу, что, ну, клиент не моего формата, да, он не вписывается в портрет идеального клиента, да, вот в моем сознании, я какие-то вещи, ну, не буду принимать на свой счет. То есть я их буду мимо пропускать. Я буду фильтровать эту обратную связь. Когда идет обратная связь от клиента, пожалуйста, фильтруйте ее. Не нужно все близко к сердцу принимать. И не нужно тут же бежать и все это там, знаете, меняться под этого клиента. Нет, ни в коем случае я к этому не призываю. Да, мы смотрим, да, это потенциально наш клиент или не наш клиент. Если это наш клиент потенциально, то мы под него можем для себя что-то в план поставить. Ага, вот в этом я постараюсь там подкорректироваться. Вот здесь я постараюсь поменяться, да, как вот клиент приходит, там, нашли салон, он говорит, что у вас за кружки, что за чашки, почему пыль на картине, что у вас, уборщица, что ли, нету. Да, я тут же себе, так, лучше картины мыть там, чуть ли не после каждого клиента, следить за порядком, кружки поменять, да, потому что этот клиент, он мой, он потенциальный для меня, он подходящий под мой портрет идеального клиента, и я все эти моменты буду учитываться. Я благодаря ему буду совершенствовать свой сервис, я буду совершенствовать качество оказания услуги, то есть я буду всю эту обратную связь прям брать в работу. Почему у вас телека на ресепшне нету? Телек срочно повесить на ресепшн, да, а если там клиент жалуется, что я вообще не понимаю, почему у тебя акрила нет, почему ты акрилом не работаешь, а вы для себя, ну, я как бы акрилом не работаю, ну, как бы спасибо большое за обратную связь, но, ну, акрила у меня не будет. Я могу ему посоветовать акрилового специалиста. Или один раз клиент у меня кричал, почему ты мне не вырезаешь углы? Мне все педикюрши всегда вырезали углы, вырежь мне углы. А я ему спокойно говорю, ну, к сожалению, я не могу вам вырезать углы. Я могу вам сделать коррекцию вросших углов на протяжении там стольких-то, стольких-то визитов. Я могу вам вырастить эти вросшие углы, могу восстановить положение ногтя на ногтевом ложе, что у вас никогда больше ничего не будет вырастать. Но сейчас я углы вырезать не буду. Если вам нужен мастер, который вырезает углы, у меня есть такие, я могу помочь вам записаться. И вы перенаправляете клиента к другому специалисту, где случится любовь и состыковка по всем пазлам. Какую-то обратную связь мы принимаем, мы относительно этого меняемся. А какую-то обратную связь мы пропускаем мимо ушей. Мимо ушей, понимаете? И мы на это не залипаем, не реагируем. О, ты такая медленно, как так медленно можно делать? Я медленный мастер. Ко мне идут клиенты, которые любят, чтобы было медленно, с разговорами там психотерапевтическими и там задушевными. Понимаете? И вы тоже такую обратную связь можете мимо ушей, мимо ушей. Вот, почему-то мне дизайн не нарисовала. Я не дизайнерский мастер. Я мастер, который делает идеально френч, идеально покрытие. Если вам нужен дизайнерский мастер, у меня есть подруга, у меня есть коллега в салоне, я к вам, я к ней вас запишу. Спасибо большое за обратную связь. Но я не буду совершенствоваться в дизайне. Ну, что-нибудь такое, понимаете? То есть вы какую-то обратную связь для себя принимаете, а какую-то обратную связь мимо ушей, чтобы вы в этом не терялись. А в целом по жалобам, смотрите, в целом по жалобам, всего 20% клиентов, всего 20% клиентов жалуются. 80% вам никогда никакой обратной связи не дадут. И нам же обратная связь, она цена, понимаете? Она нам помогает понимать, а какие мы на самом деле. Я эту обратную связь буду принимать или не буду? Ту, которую я буду принимать, обратную связь, я же относительно нее могу расти, могу меняться, могу улучшаться и становиться более ценной на рынке. От этого даже стоимость моих услуг может начать расти. Потому что у меня будет больше лояльных клиентов, которым будет все нравиться, и они будут меня рекомендовать, спрос будет увеличиваться. Если спрос начнет зашкаливать, я спокойно могу поднимать цену. И это всего лишь 20% от общего числа, которые могут дать мне эту ценную информацию. Всего лишь 20%. Большая часть клиентов воспитанно молчит. И из вас тоже, вот если я сейчас сделаю опрос в чате, кто из вас прям вот открыто дает обратную связь, смело дает обратную связь, а кому легче и проще воспитанно промолчать. Большей части клиентов неудобно, некомфортно скандалить. Неудобно, некомфортно вам какую-то обратную связь говорить, в чем вы можете улучшиться. И когда мы спрашиваем у клиентов, все ли вам понравилось, большая часть наврут. Наврут и скажут, все хорошо, спасибо большое, вышла за дверку. И все. И она для себя решила, я сюда просто больше не приду. Понимаете? Вот в чем, вот как бы, вот чтобы вы понимали, большая часть, она либо соврет, либо промолчит, и она никогда не придет. И этих клиентов невозможно никогда вернуть в салон, вернуть в обслуживание. То есть это потерянные клиенты. Большая часть врет, молчит, воспитанно улыбается, говорит, все очень мило, до свидания, до свидания. И я вот про себя вам скажу, я молчу всегда. Даже если мне не нравится, я молчу. Я не знаю, как меня нужно довести до ручки, чтобы я открыла рот и начала вопеть. Но такое было, такое было, когда я просто открывала... Это знаете, это когда тоже у клиента капает последняя капелька ему на бошку. И ему, возможно, накапали перед этим в других предприятиях. И ему накапали другие мастера. А у вас на обслуживании случилась просто последняя капелька. И произошел взрыв. Произошел взрыв, и вы такие, мама, это все мне? Но там не только за вас, там за все предыдущие опыты вам тут наваляли. Но и в любом случае это всего 20%. Это всего 20%, которые открывают свой рот и начинают вопеть. И когда клиент открывает свой рот и начинает говорить нам обратную связь, неважно, это в уважительной корректной форме, или это в виде истерики, воплей, со стучанием тапочка по ресепшену, неважно, понимаете, это одинаково ценно, невероятно ценно для нас. Потому что только относительно этого мы можем меняться и расти. Если у вас все клиенты будут довольны, они вам никакой обратной связи не будут давать, вы сможете расти и развиваться? У вас же не будет оснований для того, чтобы что-то менять, если все всем довольны. А если я не меняюсь, не трансформируюсь, я не расту? Вы понимаете? Теперь вопрос. Вы хотите расти? Вы хотите расти профессионально? Эфир обязательно я сохраню. Кто хочет расти профессионально? Ну-ка поставьте плюсики быстренько. Поэтому если вы хотите расти профессионально, и вы отвечаете, да, я хочу расти профессионально, да, я хочу меняться и трансформироваться, меняться и трансформироваться вы сможете только, если клиент начнет открывать свой рот. И не только с положительными отзывами, какая вы молодец, а с тем, где вы имеете возможность поменяться. Вы можете не меняться, вы же можете половину отфильтровать, но что-то вы можете взять для себя на вооружение и где-то себя подкорректировать под этого сложного клиента, под этого капризного клиента, требующего, жалующегося, конфликтующего. И за счет этого капец как вырасти. Просто на 10 шагов вверх. За счет одного, там, какого-нибудь вопящего клиента вы можете скакнуть вверх, там, на 10 ступеней вперед. Понимаете? Поэтому, поэтому конфликтные клиенты, жалобы от клиентов, рекламация, это прям вот ценность невероятная. И если у меня клиент начинает вопеть, я открываю глаза, я вот так вот уши поворачиваю и начинаю слушать. И я начинаю слушать и мысленно благодарить, ой, спасибо большое, что ты мне сказал, спасибо большое, что ты мне написал. Для меня это очень ценно. Для меня это очень ценно. Вы про себя прям это говорите. Потому что если вы идете в любовь и в благодарность, да, вот это принятие, и понимание, в осознанность, понимание того, что, блин, это капец как ценно, то у вас никогда не будет слива негативных эмоций. И через негативные эмоции слива вашего ресурса ценного. Потому что если вы сливаете ресурс, вам нечего потом дать вашим клиентам, мы клиентов начинаем терять, мы начинаем деньги терять. Потому что если мы начинаем жаловаться на клиентов, жаловаться, вот была такая клиентка, высушила мне все мозги, вынесла там все нервы мне. Смотрите, если вы начинаете жаловаться на клиентов, то вы не растете, а деградируете. То есть это полная деградация. Это как резать себе финансовую глотку. Это из книги Харва Экера «Думай как миллионер». Как только вы начинаете жаловаться на тех клиентов, которые на вас жалуются, то, допустим, вам клиент там устроил скандал, вы пришли вечером и мужу жалуетесь? Или маме, детям, подружке? Вот, тут такая ситуация была. Или пошли руководителю жаловаться? Сучка такая была, тут вообще себя вела, вообще как так можно себя вести? Бумс, запрос во вселенную полетел, скоро узнаете, как так можно себя вести, сама себя так поведете. Вот то есть, понимаете, и здесь вот что я выбираю, как среагировать на эту ситуацию? Я могу среагировать негативно и от этого проиграть по всем статьям. В доходе, в клиентах, в состоянии, во внутреннем ресурсе, по всем статьям проиграем. А если я реагирую, говори, говори, моя хорошая, кричи, кричи, моя хорошая, я тебя слышу, я тебя слышу, я записываю, пожалуйста, повторите вот этот пунктик, еще раз, я все записываю, я слышу, для меня это капец как ценно, спасибо тебе большое, благодарю тебе мысленно, тебе там флюиды любви посылает, понимаете, и я от этого в тысячу раз выиграю по всем статьям. Я от этого стану богаче, профессиональнее, у меня будет больше клиентов. Даже если я этого клиента не удержу, и я его отпущу, и он там ко мне не вернется, я выиграю по всем статьям, понимаете? Я, например, пойму для себя, что это точно для меня неприемлемо, это точно, я точно не буду делать быстрее, и я еще ярче начну позиционировать себя, допустим, как медленного мастера в своих социальных сетях, я уйду в большую идентификацию себя как определенного типа специалиста, понимаете? Как определенного типа мастера, с определенной специализацией, с определенной философией, я это ярче буду транслировать благодаря этому клиенту, чтобы такие клиенты уже даже ко мне не попадали, я буду вот такими буквами везде писать, я не делаю дизайн, я делаю безупречную классику, я не вырезаю углы, я делаю коррекцию в рожьих углов, понимаете? И эта ситуация вам на руку, вы выигрываете от этой ситуации. У кого случился инсайт, поставьте плюсики, что есть понимание, что в любой конфликтной ситуации в следующий раз, даже если там в первые какие-то секунды, минуты вы впадете в негатив, но вы потом вспомните мои слова, и возможно даже потом через какое-то количество таких ситуаций у вас получится включать осознанность в моменте, и прям в моменте с любовью в глазах начинать записывать то, что она говорит, и обрабатывать просто спокойно эту жалобу, просто спокойно на нее реагировать. И клиент, когда видит, это знаете, как в самых дорогих отелях, если ты начинаешь скандалить, кричать на ресепшене, и бить тапочком по этому ресепшену, это уникальная, знаете, реакция персонала. То есть стоит этот администратор, он на тебя с такой доброжелательностью все равно продолжает смотреть, и он тебе говорит, что я вас слышу, я вас слышу. Он что-то, какие-то уточняющие вопросы задает, правильно ли я вас понял, что вас именно вот это не устроило, правильно ли я вас понял, такая-то ситуация произошла. Да, вот алгоритм обработки претензий или жалобы, первое, это выслушать. Выслушать. Ни в коем случае не спорить с клиентом. Просто выслушать с доброжелательностью и с любовью в глазах. И самое главное, с пониманием. То есть вы всем своим видом, телом, лицом, поймите, если вы внутренне стоите и ненавидите этого клиента, говорите, сука, просто. Понимаете, что бы вы там даже не улыбались, у вас будет такая бегущая строка по лбу бежать, что клиент это считает, он эти мета-сообщения с вашего лба считает, и он вас просто уничтожит. И его агрессия, злость и нападение, оно будет только усиливаться и усиливаться, и он как будто бы, знаете, не может успокоиться клиент. Это признак того, что вы не в правильном состоянии, и вы неправильно себя ведете, вы какие-то не те фразы говорите, вы какие-то не те мета-сообщения, у вас какая-то не та бегущая строка по лбу бежит. Поэтому первое, первое, мы выслушиваем, мы выслушиваем, проясняем, транслируем понимание. Вы можете даже говорить, Лента, я вас очень понимаю, я представляю, как вы расстроены, мне очень жаль, что вы расстроены, да. Вы все это выясняете, проясняете, что за ситуация произошла, как произошла. Потому что, ну, вы сегодня мастер, завтра вы руководитель, понимаете, и вы будете улаживать недовольных клиентов у ваших специалистов. И это очень часто делает именно руководитель, тот, кто за старшего. Потому что у мастеров может не хватать компетенции, да, улаживать недовольного клиента. И он, смотря на то, как вы улаживаете клиента, будет учиться у вас, да, и его профессионализм за счет этого будет расти. После этого, да, мы можем уточнить, правильно ли я вас понял, проговорить это. Ну, что клиент, да, 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 вы меня правильно поняли. Капельница пустырненькая. Нет, вот смотрите, если вы в правильном состоянии, вам вообще, вам не успокоительные не нужны, ни пустырненькие не нужны. То есть, вы, если правильно себя ведете, правильно транслируете состояние, и у вас нужная строка по лбу, что я тебя люблю, в любом случае, я тебе бесконечно благодарен за всю ту информацию, которую ты мне сейчас транслируешь. Спасибо большое, что ты не промолчал. Спасибо большое, что ты воспитана, просто молча не ушел. Спасибо большое, что ты даешь моему предприятию и мне ценнейшую информацию, которую я сейчас отфильтрую, и мне, у меня будут возможности для изменения, для роста, для трансформации своего дела и своего бизнеса. И у вас вот эта бегущая строка «люблю, благодарю», «люблю, благодарю», «люблю, благодарю, говори», «люблю, благодарю, говори». Я вот сейчас уточню и продолжаю говорить. Когда клиент выговорился, у него такое ощущение, как будто, знаете, шарик сдулся, все, вот он выговорился, и он начинает все больше и больше приходить в такое, знаете, спокойное состояние, да, меня здесь слышат, со мной здесь не спорят, мне не пытаются намекнуть, да, клиент чувствует себя так, мне не пытаются намекнуть, что я дура, что я какая-то ненормальная идиотка, которая здесь, которая здесь пустырничек нужно уколоть, понимаете, потому что если так, ну, идет трансляция, что больной просто клиент, да ему бы подлечиться, там, либо не до, а, там, с мужем проблемы, ну, что-то, видимо, у него какая-то конфликтная ситуация, а она тут пришла и на меня отвязалась, грубо говоря, а я тут вообще ни при чем, я тут, конечно, сделаю вид, что я выслушал, ну, как бы я тут все вообще мимо ушей пропущу, вот, поэтому мы вот здесь вот это вот все, знаете, не сваливаем, ни на циклы луны, ни на ее психологическое, или там, какое здоровье, то есть мы вот эту вот ответственность, как бы не перекладываем, мы ответственность готовы полностью взять на себя, и мы клиенту это всячески транслируем, что я готова нести ответственность по всем этим статьям, я тебя слышу, мы сейчас все это запишем, зафиксируем, мы примем меры там, где это обосновано, мы примем меры, мы все исправим, там, кого надо накажем, там, кого надо уволим, потому что один раз встречал клиент у меня на разборе, что я ее закопаю в землю, а я говорила, я полностью согласна, я принесу и помогу, и лопату подержу, и вот, если честно, тоже так хочется закопать ее, ну, капец просто, вот, и клиент, он, ну, что, ну, тут руководитель готов помогать закапывать, все нормально, можно дальше уже не так сильно кричать, можно уже там больше конструктиву перейти, да, а как мы это можем исправить, да, прежде чем предлагать варианты решения, мы, конечно же, должны принести извинения, мы, конечно же, должны принести извинения, виноваты, мы не виноваты, будем мы относительно этого меняться или не будем, будем фильтровать, не важно, вы должны принести извинения за то, что такая ситуация сложилась, мне очень жаль, что так произошло, вот эта вот фраза, «Мне очень жаль, что так произошло», вы должны ее обязательно проговорить, обязательно ее проговорить. И затем мы предлагаем варианты решений. «Я вас слышу, мы все зафиксировали, мы готовы меняться, мы приносим извинения, нам очень жаль, что так получилось. Что со своей стороны мы можем сделать для того, чтобы исправить эту ситуацию? Давайте какие-то варианты разберем, к какому-то решению придем». Мы вам со своей стороны можем предложить вот это, вот это, вот это, вот это. Если ничего из предложения не устраивает, проговорите ваш вариант, что бы вас устроило, как бы вас устроило разрешение этой ситуации. Один раз у нас была в салоне ситуация, волосы не сожгли, а там очень сильно они обломались, потому что клиент был в стрессе. Этот стресс усилился из-за там определенного поведения специалиста. И на этом стрессе очень сильно, то есть клиент много волос потерял. И мы говорили, как мы можем исправить, как мы можем, ну то есть как вы это видите. И в результате все разрешили, нашли тот вариант решения, когда мы там и ряд услуг предложили для восстановления, предложили подготовку там за полностью за счет салона к мероприятию, к которому готовился клиент и так далее. Да, я сказала, что, конечно же, там мастер будет наказан, но если вы как специалист принимаете рекламацию, да, что вы можете предложить? Я вам могу предложить, ну как бы не оплачивать услугу. Я могу вам предложить полностью снять покрытие, которое я вам нанесла. Да, максимально без вреда для ваших ногтей я полностью сделаю снятие. Я, ну что там, иногда бывает, я на вас в суд подам, вы мне будете компенсировать там некое лечение. Да, один раз у нас была ситуация, там у клиента был заусенец, он уже был в предвоспалительном состоянии, и после маникюра пошло воспаление. Да, и клиент сказал, что это вы явились причиной того, что пошло воспаление, хотя мастер, он практически даже там не касался там кутикулы, только убрал заусенчик. Вот, в результате там клиент, я на вас в суд подам, я буду сдавать анализы, вы будете мне оплачивать лечение. На что я сказала, мы будем полностью выполнять все свои обязательства там по суду, да, если нам нужно будет оплачивать там анализы, лечение. Мы готовы нести ответственность, подавайте все, как вы считаете нужным, и мы будем отвечать по всем статьям. То есть мы готовы нести ответственность, мы полностью вас понимаем, вас поддерживаем. Да, такая ситуация, нам очень жаль, чем мы можем компенсировать, как мы можем там снивелировать, как мы можем загладить свою вину. Ну, убить, конечно, я ее не смогу, ну, там вот мастер стать, но убить ее, конечно, я не смогу. Ну, как бы вот ей все-таки жить на этом свете. Вот, и в конце мы убеждаемся, что клиента данное решение, к которому мы там совместно, допустим, пришли, клиента это решение устраивает, ее это устраивает. Она при этом, конечно же, может быть недовольна, вы мне всю жизнь испортили, вы мне день испортили, вы мне там моральный вред нанесли, то, что я там не заплачу, это вообще не компенсирует ничего. Возможно, можно подарить какой-то подарок, это вот там средством для ухода, для восстановления ногтей, возможно, это как-то поднимет настроение. Да, мы со своей стороны там готовы, ну, всячески загладить этот инцидент. И, в принципе, на этом мы обработку жалобы заканчиваем. Мы с клиентом расстаемся, клиент может к нам вернуться, он может к нам не вернуться, но смотрите, вот из статистики. Около 90%, вот даже 91%, если жалобу обработали в удовлетворяющем формате и клиента все устроило, как среагировала компания, как среагировал мастер, какое решение он предложил. В 90% случаев он приходит на повторный визит. Он приходит на повторный визит. И очень часто, ну, вот цель у жалующегося клиента, да, она может быть экономическая, там, вернуть деньги, никогда не спорьте по этому поводу, всегда возвращайте деньги. Если вы не возвращаете деньги, начинаете по поводу этого упираться, спорить, говорить, там, я за материалы себе оставлю, я себе, там, за работу оставлю. Проиграете по всем статьям. Потом потеряете в тысячу раз больше, в тысячу раз больше. Вот поверьте мне, никогда в жизни не цепляйтесь за вот эти копейки, которые вы, там, будете себе, там, отжимать от этого недовольного клиента, который требует, там, полностью возврат денежных средств. Лучше полностью все вернуть. Не надо ни за материалы, там, что-то себе оставлять, ни за работу. Просто вернуть деньги. Это самое легкое, кстати, вернуть деньги. Потому что есть еще цель, это, ну, как бы такое, как, знаете, вот эмоциональная справедливость, вот, как бы, вот чувство справедливости какое-то получить. Знаете, если я стрессанула и пострадала, и я вот тут вся такая вот, там, билась в комбо... Мне хочется, как бы, вот, знаете, клиенту хочется наказать, вот в ответ, чтобы вы то же самое все это прочувствовали. И вот, вот, точно так же, вот, ну, вот, как бы экономически это самый легкий расклад. А когда вот он требует, вот, знаете, как, или вот, как вот жаждет вот этой вот эмоциональной мести, чтобы вот вы эмоционально так же, там, себя плохо почувствовали, как она, вот это здесь намного хуже. Потому что здесь удовлетворить клиента намного сложнее, понимаете, намного сложнее. Это, ну, реально нужно какое состояние протранслировать, что, ну, клиент, он, как бы, гасится, он успокаивается, и он, как бы, все ваше взаимодействие и коммуникация, и разговор приходит к тому в результате, что ей даже немножечко становится неудобно в конце, что она такая, знаете, вот, все получила, все, что захотела от вас, и отжала вас там по всем статьям. И ей даже вот так вот чуть-чуть, как бы, вот так неудобненько. И она, ну, ладно, я пошла, ну, и, знаете, как будто вырывается от нее, ну, там, ну, извини, там, ну, вот, ну, даже оно может не вырваться, но оно может чувствоваться, что клиент даже немножечко сожалеет в конце, что он здесь вот так вот немножечко чрезмерно эмоционально себя повел. Да, может быть, даже может и сказать, ой, наверное, я погорячилась, ну, вы тут извините меня, что я тут там кричала, ну, вы же вот поймите меня, у меня такое состояние, мы вас понимаем, мы вас понимаем, ну, то есть, все нормально, все хорошо, не переживайте. Самое главное, чтобы вот вы остались удовлетворены, да, неважно, придете вы к нам, не придете. Если вы захотите к нам вернуться, мы будем с радостью вас ждать. Ну что, основную информацию по обработке рекламации я вам дала. Еще пару слов сейчас скажу по поводу негативных отзывов, тоже не нужно их бояться. Да, если клиент вам пишет жалобу, там, не знаю, в Инстаграме под постом, или пишет вам в Директ, начинает разборки какие-то чинить, да, если в Директ пишет, мы идем по точно такому же алгоритму, выяснить, прояснить, извиниться, предложить решение, убедиться, что клиент доволен решением. То есть, ну, если это публичная какая-то жалоба, да, на вас публично пожаловались, вы точно так же можете публично принести, нам очень жаль, что так произошло, там, готовы компенсации. То есть, вы можете официальный ответ от себя, как от руководителя предприятия, или как от мастера, просто такой, знаете, уважительный ответ дать. И вы тем самым будете держать свое лицо, потому что, когда компания или мастер начинает агрессией на агрессию отвечать, он начинает спорить, он начинает что-то там мелочно отстаивать, он начинает как-то, вот, знаете, он начинает терять лицо. И ваша задача в коммуникациях никогда не терять лицо. Говорить, что клиент имеет право жаловаться, для нас это очень ценно, для нас это возможность меняться, мы очень благодарны, мы со своей стороны готовы выработать какое-то некое решение, которое устроит клиента, да, в качестве компенсации. И вот все это заканчивается благодарностью, пониманием и транслированием, вот, как бы, мы держим лицо, мы держим лицо, неважно, это в переписке, в публичном поле, в индивидуальной какой-то беседе, да, когда клиент там кричит, мы можем увести его в отдельный кабинет, и в отдельном кабинете с ним там, ну, как бы, вот, продолжать диалог, улаживать его. Был ли ценен эфир? Что классного взяли для себя? Обязательно под эфиром срезюмируйте, напишите, это будет полезно для всех, кто смотрит эфир, это поможет намного больше вынести ценного из эфира, да, если все мы прочитаем резюмешки друг к дружке, вот, и я вас благодарю, на пару вопросиков еще могу ответить. Что делать, если клиент буквально выводит из себя? Как вести себя в такой ситуации? А, слушайте, да, это же я не ответила на этот вопрос. Смотрите, когда у нас ситуация доходит, что он выводит, выводит, вы знаете, вот как вот, вы терпите, 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 а потом последняя капля и взрыв, то есть вот здесь вот это вот как бы терпение, оно может, ну, как бы вам на руку не сыграть, а потом только приведет к очень явному такому конфликту, после которого ты чувствуешь себя гадко, а даже если конфликт не разразился, а ты просто сидела, терпела, ты все равно внутри чувствуешь себя гадко, потому что такое ощущение, как будто тебя тут это, ну, грубо говоря, там, ну, как бы чуть-чуть изнасиловали или там поотжимали, это очень часто происходит из-за того, что у нас нет ясных границ и ясных правил, да, вот некого поля нашего взаимодействия. И здесь важно, важно устанавливать эти правила, прописывать эти правила, да, правила моего обслуживания такие-то, там, правила визитов такие-то, прихода, неприхода, то есть это приемлемо, это неприемлемо. И когда клиент начинает, ну, вот ваши некие правила нарушать, нарушать, двигать ваши границы жестко, понимаете, здесь важно фиксировать вовремя эти отклонения, не терпеть, не накапливать, не ждать, когда будет последняя капля, и вы взорветесь, а мягко, аккуратно, ну, как бы говорить клиенту, что, ну, такой формат неприемлем, да, вот в эту сторону мы не пойдем. У меня там, как бы по правилам это не предусмотрено, да, мы мягко, и клиент, понимая, что, ага, вот тут заборчик, за этот заборчик нельзя, это неприемлемо, ага, вот здесь вот такие-то границы, ага, вот здесь такие-то правила. Клиент для себя принимает решения, он к вам будет продолжать ходить вот с такими правилами, вот с такими ограничениями, вот с такими заборчиками и вот с такими границами, или он выберет для себя другого мастера, там, где это можно, понимаете? Поэтому здесь не нужно, как бы, там, бояться транслировать свои какие-то правила, не нужно бояться обозначать какие-то границы. То есть, если ваш клиент отжимает по полной программе, это всего лишь сигнал к тому, что вы не умеете держать границы. И вот для вас яркая тренинговая ситуация, возможность, вот, тренируйся, тренируйся вот прям на ней. Тренируйся, там, возможно, в чем-то отказать. Тренируйся где-то аккуратненько, мягенько поставить на место. Тренируйся. Почему вы молчите и терпите? Потому что вы боитесь. Вы боитесь быть плохой по отношению клиента. Вы боитесь того, что она тебя может нахрен послать. Вы боитесь там быть, то есть, вы пытаетесь вот как бы расстелиться, подстелиться и во всем угодить. Вы как бы вот в эту угодливость играете, а эта угодливость, она только против вас в результате, потому что вы уходите в этот негатив, в профессиональное выгорание. Ну вот, когда, ну, вам уже, знаете, весь свет немилый, клиентов вы всех ненавидите. Поэтому как вести в такой ситуации, определить для себя, что для тебя приемлемо, что неприемлемо. И если это неприемлемо, мягко, аккуратно клиенту об этом говорить. И клиенту давать возможность выбирать и к ее выбору относиться уважительно. Будет она тебя продолжать выбирать, уважаем ее за это. Если она говорит, я к тебе теперь из-за этого ходить не буду, ты там, сучка, зазвездившаяся, с короной на башке. Хорошо, вы вправе делать другой выбор, я его уважаю. А корону свою я, да, я поправлю, да, сейчас как бы поправлю, ну, снимать не буду. Ну, в таком плане, понимаете, то есть как бы в уважительном. Как с выпившими работать? Ну, с выпившими я предлагаю вам вообще не работать. У нас сразу было, мы как только салон открыли, у нас было правило, что в алкогольном опьянении мы не принимаем клиентов. Мы вправе клиенту отказать. И у нас была такая ситуация, к нам пришла клиентка, она в невменяемом состоянии была, она себя неадекватно вела, и ее охранник вывел. Ну, или там, ну, вы можете там, я не знаю, на этот случай иметь какого-нибудь друга, мужчину, который в любой момент может подъехать и вывести клиента под белые рученьки. И если нужно, можно вызвать милицию, можно вызвать скорую помощь, если там ей еще при этом плохо, как бы. И вы вообще вправе просто отказывать клиента и говорить об этом. Правила обслуживания я не принимаю в алкогольном опьянении, я там, не знаю, не принимаю с детьми, если для вас с детьми не предусмотрено. Я там не принимаю с домашними животными, да, если у вас это не предусмотрено. Все эти правила у вас должны быть опубликованы в вашем аккаунте, в актуальных сторисах. Они должны быть опубликованы у вас где-то на стене висеть, на видном месте, что у нас такие правила, к сожалению, нет. Да, и вы спокойно отказываете клиенту. Была пара таких случаев, когда были недовольны, я просто вернула деньги, и мы остались взаимоверно друг к другу. Отлично. И сейчас приходят на педикюр. Супер. Денежки за маникюр вернула. Молодец. Молодец. Да, не бойтесь возвращать деньги, вообще ничего не потеряете. Никогда ничего не потеряйте, если будете возвращать деньги. А, и то, что касается гарантии, да, какую гарантию делать, бессрочную, или там месяц, или неделю, две. Вообще не важно, вообще не важно. Самое главное, вот мы, допустим, если у нас бессрочная гарантия в салоне, мы для себя просто приняли вот такой вариант, что если клиент пришел и требует по каким-то причинам переделать, вернуть деньги, мы либо садимся переделываем, либо возвращаем деньги. Мы даже не смотрим, знаете, когда был клиент на визите, сколько времени прошло. Мы вот в этих разборках не участвуем, да, там, кто виноват, мастер или клиент, в том, что там ноготь отвалился, или ноготь отвалились. То есть, вот клиент читает, что мы ему должны вернуть деньги, ему возвращаем деньги. Клиент читает, что мы должны ему сделать еще при этом снятие, мы делаем снятие. Клиент читает, что мы должны переделать за собственный счет, мы с этим себе переделываем. И, а сколько раз он может так переделать? Он может так всех мастеров у нас в салоне перепробовать. И если вот он всех перепробовал и ни один не подошел, тогда я уже предложу записаться в другой салон. А так я буду разрешать всех мастеров пробовать и принимать рекламацию, если он недоволен. Так, с клиентами все ок, но хозяйка почему-то сваливает проблемы на клиента, как решить вопрос? Если хозяйка транслирует какие-то правила, какие-то устои в своем салоне, в своем бизнесе, в своей системе, вы не имеете права перечить или переть против этих правил. Понимаете? Либо вы принимаете правила руководителя, и вот как руководитель сказал, так и будет. Либо вы выбираете другую систему, или строите свою систему, но против руководителя мы не прем. И вот хозяйка, как решить вопрос, вы можете поговорить с хозяйкой, но поговорить с позицией снизу вверх, а не на равных, или что вы выше хозяйки, или руководителя. Снизу, вот мне там кажется, что может быть, попробовать вот так, как, что вы об этом думаете, может быть, я не права. Да, вот если вы с такой позиции можете до руководителя донести какие-то изменения, молодец, флаг тебе в руки, 5 баллов, и как бы руководитель, значит, тебе доверяет, ты у него в авторитете, и он чувствует уважение и авторитет в свою сторону. Если он будет чувствовать в свою сторону уважение и авторитет, он всегда будет прислушиваться к тому, что ты там, может быть, будешь предлагать менять. Но мы ни в коем случае не идем против системы, против… сейчас из-за расстановок буду говорить, фигурой высшего порядка. То есть мы не прем против главного в системе. То есть либо принимаем, можем вести диалоги, либо уходим в другую систему, либо создаем свою систему. Никогда не терять лицо, инсайт. Супер, отлично. Так, спасибо за эфир, отлично, спасибо, 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 и вам спасибо. Так, да, очень полезный эфир, в частности, понимание состояния гостя, понимать источник конфликта, появление эмпатии, супер. Вера, ваши эфиры всегда в тему в моих сегодняшних ситуациях. Отлично, огонь. Так, я тоже сказала клиенту, что в долг не делаю. Правило, супер, отличное правило, да, вписали себе в правило, я в долг не делаю, вправе отказать. Спокойно отказывайте, не пытайтесь, не боитесь быть плохой или неугодливой. Всё, до свидания. Так, сказала, что ничего платить не надо, но она заплатила сама, могу оставить деньги себе или вернуть. Ну, здесь уже решай сама, здесь уже решай сама, оставить деньги или вернуть. Нужно как бы по справедливости действовать, понимаете, по справедливости. Тогда и мир к вам будет справедлив. Получила ответы на волнующие вопросы. Супер, я с вами прощаюсь, благодарю вас за эфир, обязательно свои выводы, инсайты по эфирам оставьте, это будет ценно для других слушателей эфира. И я жду ваши предложения по другим темам, которые вам интересны раскрывать на нашем учебном аккаунте Элискул Онлайн. Всех девочек, наших учеников, выпускников и просто мастеров люблю и посылаю вам любовь и благодарность. Всё, всем пока.